Накануне в Киеве состоялось очередное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви. Встреча участников прошла в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и Всеукраина Ануфрия. Следующий сюжет подготовлен по материалам информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви. Перед заседанием Митрополита Ануфрия и члены Синода помолились за Божественной Литургией в храме святителя Николая Чудотворца в резиденции предстоятеля Украинской Православной Церкви на территории Киево-Печерской лавры. Божественную Литургию совершил секретарь Священного Синода Украинской Православной Церкви, управляющий делами митрополит Борис Польский-Броварской Антоний. Молимся Тебе, Боже наш, да будут уши Твои внемлющие глаз умоления нашего, не отвратиться Твоего от воздыханий наших, не оставить Отечество наше православное, подашь Господи вожделенный мир и спасение всем на Те упывающим. За Литургию вознесли прошение о мире, о том, чтобы Господь умилостивился над украинским народом, сохранил тех, кто в отчаянии и потерял свой дом, и благословил людей доброй воли, которые помогают нуждающимся. Затем началось заседание, которое возглавил блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. В нем приняли участие постоянные и временные члены Синода, некоторые посредством видеосвязи. Священный Синод рассмотрел ныне сложившуюся ситуацию в стране. По этому поводу было сделано заявление. В нем подчеркивается, что даже в тех епархиях, где происходят боевые действия, продолжают совершаться литургии, а пастыри несут свое служение. Церковь оказывает благотворительную помощь нуждающимся. Беспокойство членов Синода вызвали нередкие случаи разжигания на Украине вражды и раздора на религиозной почве. В частности, в Верховной Раде Украины зарегистрированы антицерковные законопроекты. Отдельными органами местного самоуправления в разных областях принимаются незаконные решения о запрещении или ограничении деятельности местных религиозных общин Украинской Православной Церкви. Кроме того, с молчаливого согласия или при открытом вмешательстве местной власти активизировался захват храмов Украинской Православной Церкви. Члены Синода констатировали, что все эти факты являются следствием ошибочной религиозной политики и призвали власти остановить религиозную вражду в украинском обществе и принять необходимые меры против беззаконных действий в отношении Украинской Православной Церкви. Священный Синод также отреагировал на вопрос о будущем Украинской Православной Церкви. В частности, члены Синода положительно оценили возможность основательного и всестороннего обсуждения любых вопросов церковной жизни. Но принципиально важно то, чтобы этот процесс происходил без нарушения церковного порядка. В заявлении говорится, что в ближайшее время будет созвано собрание с участием епископов, священников, монахов и мирян Украинской Православной Церкви для обсуждения проблем церковной жизни. Еще одной из многих других тем обсуждения стало духовное окормление беженцев, вынужденно покидающих Украину. Отмечается необходимость создания православных приходов в местах пребывания переселенцев. Священный Синод выразил благодарность предстоятелям епископату, духовенству и верным поместных православных церквей за постоянную братскую поддержку, содействие и помощь вынужденным переселенцам и жителям Украины. Синод также принял ряд кадровых решений, касающихся утверждения руководства монастырей. Были одобрены некоторые новые богослужебные тексты и чины, избраны векарные архиереи для Черновицко-Буковинской, Херсонской и Щепетовской епархий.